Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы насчитываем занятия, которые были в Потеряевке с 91-го года по воскресеньям, тематические, по темам. Красота спасет мир. Красота спасет мир. Такие слова приписывают Федору Михайловичу Достоевскому. Как только не обыгрывают эти слова ныне, и на конкурсах красоты, и на построении храмов, и на выставке цветов. Это был не второстепенный писатель, не выскочка, а человек, который полностью переменил свою жизнь, будучи в молодости участником кружка Петрашевского. И когда, приговоренный к смертной казни, стоял уже на эшафоте, он подробно все это описывает. Перечитал еще раз все его переживания, примерил к себе, как он видит последние минуты крыши домов. Его переживания были поучительны. Он обратился от тьмы к свету и стал христианином. Думаю, что перечитал все, изданное у нас, что из-под его пера вышло, и на несколько раз. Есть вещи, которые мне и не нравятся. Но в «Братьях Карамазовых» великий инквизитор считаю лучшим, что он создал. Как придет антихрист? Его действия. Что такое красота? Идеал. И стоит ли к ней и стремиться? Что стоит напротив красоты? Поется в песне. «И над могилою гори, гори, моя звезда». После я пришел к убеждению, что это речь о кресте, то есть о высочайшей любви, о страдании Христа, о его жертве. Впервые слово «красота» появляется в «Бытие» 6.1.2. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочери человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». В Новом Завете уже не придается того значения внешней красоте, а все переходит на внутреннее состояние человека. 1 Петра 3.4. Но сокровенные сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Внешняя красота человека или любая тленная, скоро приходящая, как цвет на траве, как цветочек, срезали и нет. К вечеру уже ничего нет. А красота губительна, в настолько привлекательном виде, что кажется, будто она может что-то спасти. На самом деле, эта плотская красота никого не спасает, а только губит. Верующие увидели безбожных дочерей, комсомолок, и стали брать за себя этих дочерей Каина. От соединений верующих и неверующих получаются особенно красивые дети. Составители пролога и житей подчеркивают особую красоту мужскую и женскую. Особо. Особо отдельно. Почему-то принято говорить о мужчине не просто красивой, но симпатичной. Но в житиях и в Библии говорится красивой. Бытие 12.14 И было, когда пришел Аврам в Египет, египтяне увидели, что она, женщина, весьма красивая. Бытие 29.17 Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом. Бытие 39.6 И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Исход 2.2 Жена зашла и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Первое царство 9.2 У него был сын, имя его Саул. Первое царство 9.2 Молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. Первое царство 16.12 И послал Иесей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помашь его, ибо это он. Первое царство 17.42 И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него. Ибо он был молод, белокур и красив лицом. Корок А.Мос 8.13 В тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши. Матфея 23.27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что подобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Об Александре Невском говорится, что он был необычайной красоты мужчина. Что, давай сделать это? Ну, я тогда не знаю. Дальше давай. Так, об Александре Невском говорится, что он был необычайной красоты мужчина. О Февронии говорится, что она была необычайно красива. Красоту ее не мог написать ни один художник. Почему же не могли искусством изобразить? Потому что внутренняя красота не поддается кисти. Эти качества нетленные и тленным пером, и кистью не передаются. Почему одна одному понравилась, а другой бы и не обратил на нее внимания? Тут тоже тайна. Притча 30, 19. Пути орла на небе, пути змеи на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Не могу понять, Соломон говорит, как это? Второе ездры, 4, 19. Оставив все, устремляются к ней. И раскрыв рот, смотрят на нее, и все прилипляются к ней более, чем к золоту и серебру, и ко всякой дорогой вещи. То есть к красивой женщине. Второе ездры, 4, 31. И при всем том царь смотрел на нее, раскрыв рот. Если она улыбнется ему, улыбается и он. Если же она рассердится на него, он ласкает ее, чтобы помирилась с ним. Постигнув мудрость в видимом мире, Соломон называет три вещи, которые не поддаются его расшифровке. Как змея, как шланг по отвесной скале может ползти. И как птица может передвигаться в воздухе. Теперь мы знаем чуть-чуть, что есть аэродинамическая подъемная сила на 1 метр квадратный до 250 килограмм давит снизу. Но вот мы смотрим на коршуна, как он летит против ветра и ни разу не смакнул крыльями. И пути мужчины к женщине не пойму. Смотришь на нее, она невзрачная мумия египетская, а он за нее душу отдает. В каждом фильме своя завладевает им. А будь это для того, обратил бы он на нее внимание. А кто тогда пределил грудь и бедра и прочее состояние и наследство? Ну, очевидно, глазами познавали эти же слова о красоте и о любви при описании жизни царя Давида. Сегодня есть у человека в коммунальной квартире все, но ему хочется пламя костра видеть и не наглядиться. Почему? Это понятие об истинной красоте в человеке оттуда пришло, от Адама. Когда рисуют предка человека, неандертальца, австралопитека, то надлобница выпуклая и руки почти до земли. Да никогда таким человек и не был. Это просто советского пенчушку сфотографировали после запоя. Первые люди были намного красивее теперешних красоток. И никогда рост не ценился низкий, но всегда высокий. Так и нынче на конкурс она должна быть не ниже 178 сантиметров. Человечество целенаправленно уничтожает лучших. Они погибают в репрессии, в войнах первые. Стукачи же, охранники и предатели плодят от своих и от жен погибших подобное же племя. Красота исчезает стремительно, особенно у русских, когда лучшая утекает за границу на панель. Фараонова дочь была также поражена красотой ребенка. И она не подумала, что это чей-то детеныш. Но исход 26 открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет в корзинке. И сжалилась над ним дочь Фараонова и сказала, Это из еврейских детей. Понятие красоте у разных народов различное. У одних специально надевали кольца на шею, чтобы вытянуть шею. У других сдавливали череп в аристократических кругах. Самозванцу из другого племени трудно было подобраться к ним, ибо конфигурация черепа обнаружила бы обман. Мне пришлось видеть такое в археологическом музее, в Алтайском государственном университете. Там на витрине более 500 черепов различных. У других ценятся длинные руки или ноги. Есть племена, где несмываемой смолой красят в черные зубы, чтобы их не было видно. Во времена Иоанна Златоуста женщины красили губы черной краской. Легко наводить красоту в деревне. Полизала чугунок и на свидание. У Давида была дочь Фомарь, Тамара, и красота погубила ее. Над ней совершил насилие ее брат Амнон. 2 Царств 13.1 И было после того, у Авесолома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фомарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. А другой красавец Авесолом, родной ей по отцу и по матери брат, режет этого сводного брата. Красота спасет мир. Даже один дом она не спасет, не спасает. Умирая, один отец наделяет в завещании сына, почти ничего не оставляя ей. На ее недоумение он отвечает. С тебя достаточны твои красоты. С нею ты добудешь все. Красиво. В дальнейшем она станет царицей Евдоксии. И что же ее красота? Спасла ли она? Пусть не империю, но хотя бы мужа. Хотя бы кого-то. Или ее самое. Из нее получилась иродиада, которая искала главы Иоанна Златоуста. И погасила этот светильник. И сама тряслась в гробу. А безвольный ее муж Аркадий. Не без вины. Более совершенной красоты не было, как падший ангел на высоте. Спасла ли его эта красота? Эта красота подвела его к гибели, к гордости. И теперь он ищет красоту и губит через нее. Иезекииль 28, 12, 17. Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе. Приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Доколе не нашлось тебе беззакония. От обширности торговли твоей, внутреннее твое, исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувима сеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Избранница Божия тоже получила красоту, но и ей она не послужила на пользу, ибо она всю ее потребила на блужение. Плач 2.15 Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою среди своею от щели Иерусалима, говоря, «Это ли город, который называли совершенством красоты, радости всей земли?» Иезекииль 16.14 «И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя», говорит Господь Бог. Получается, что слова Достоевского были неправильно поняты. Не о том он говорил. Как же эта красота не послужила спасению мира, когда еще ничего несуразного, кривого, плохого не было, и эта красота уже разлагала все на тлении погибель? Тогда была единая красота – космос. В переводе слова «космос» означает «порядок». Иудив красотой спасла город, но в этом была и смерть другому. Восставший на суд Алаферн заявляет протест и скажет, что эта красота коварна, смертельно опасна. Данила 13.56 «Красота прелестила тебя, и похоть развратила сердце твое». Иудив 16.6 «Нет юношей, пал сильный их, ни сыны титанов поразили его, и ни рослые исполины налегли на него. Но иудив, дочь Мерарии, красотой лица своего погубила его». Восставшая вдова военачальника опровергнет изречение о красоте. Нужно учитывать и другую сторону, а не только политическую хитрость евреев. Или возьмите эсфирь. Чтобы сделать ее благоухающей, ее натирали шесть месяцев, как шоколадка пахлана, и это послужило к ее избранию на царицу. И на гибель врагу еврейского народа Аману. Получили власть хватать любого, на кого укажут евреи, и началась рубиловка по всей стране. Приятные воспоминания для евреев о красоте еврейской царицы под боком у язычника. «Но если красота спасет мир, то и ассирийцев» Слово «красота» относит к красивому женскому полу. Почему же решили, что это слово относится только к женщине? Почему решили, что собака хуже человека? И когда Бог творил этих тварей, то сказал «хорошо и весьма хорошо», «красиво и весьма красиво». Для нас образ черкешинки и негра вызывает разные ассоциации, но для Бога кваканье лягушки и пение соловья одинаковы. Хотя мы думаем, что эти твари лишены благоволения Божия, премудрость Соломона 15.19. «Они даже некрасивы по виду, как другие животные, чтобы могли привлекать к себе, но лишены и одобрения Божия, и благословения Его. Нужно смотреть с высшего этажа. Какая именно красота? Даже сверхъядовитые змеи по-своему прекрасны». Приджи 11.22. «Что золотое кольцо в носу и свиньи, то женщина красивая и безрассудная». Благодаря красоте кольцо погрузилось в грязь, послужило погибелью многим. Житие Филарета Милостивого показывает, что красота дает возможность выйти из нищеты, но потом она сама будет страдать, пренебреженная еще чем-то. «Песня песней» – самая возвышенная песнь Библии. «В ней говорится о красоте разлюбленного и о ее достоинствах». Солоб 44.3. «Ты прекраснее, сынок человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Что такое человеческое тело? Господь исцелил расслабленного. Приятно говорить, что наша плоть гнилушка, вонючка. И это все верно. Но не надо забывать, что это тело сотворил Господь и назвал его храмом, живущего в нем Духа. И как мы должны беречь этот храм, не переедать, держать ровно для него, что назначено для него, для его красоты. И когда в храме поется «в лепоту обличеся», это означает, что в красоту человеческого тела вошел Бог. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. А чем мы слушаем? Ушами. А где уши? На теле. И так далее. Песни 1.4. Красота зависит не от пищи, не от колбасы краковской. И об этом рассказывает история плененных еврейских мальчиков, которые решили есть только зелень и не брать с царского стола. Даниил 1.15. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. После проверки все убедились, что красота от Бога, и за деньги ее не купишь на мясокомбинате. Пост – это исцеление души, для сохранения тела. Кто не соблюдает пост, тот похож на доминую печь. Доминую печь. Доминую печь. Доминую, доминую. Он внутри себя устроил пищекомбинат. Лука 11.44. Чуть пониже. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, под над которыми люди ходят и не знают того. Из уст Христа слово «красота» вышло только в насмешливом виде. Любите марафет на стрелке брюк наводить? На цвете губ возвысится. Деяние 23.3. «Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Есть выражение «заговори ты, и я узнаю, кто ты». Сегодня скажешь «не говори, я уже знаю, кто ты, потому что ты безбожник». Говорят, красота – речь, а Златоуст называет это самым ничтожным даром. Много говорится в Библии о красоте нации. У нас сегодня все некрасивое. Не держится слово начальника, президента, меняет законы, преступника выпускает, не наказывает. Убийцы гуляют на свободе и наводят ужас. Только что прослушал по радио, как патриарх Алексий II добивается запретить на законном основании все другие религии. Ясно, что это ему нужно для того, чтобы не видели, как на фоне этих сект сами они выглядят бледно и бездеятельно. Попы пошли на полную симфонию, на объединение с коммунистами, но Ельцин не подписал это прошение. Добиваются, чтобы никто о Христе не говорил на русской земле, а сами они и не думали возвещать благую весть. Одно это мероприятие в патриархии говорит, что она встала на рельсы тьмы, антихриста. Весь мир поднимается против этого указа, ибо тогда и наших надо по всему лицу земли вылавливать, запрещать. Патриархия непопроявимо больна. Что страшно, так это то, что когда в патриархию переходят из других вероисповеданий, где многому можно поучиться, как у баптистов, минонитов и других. Но когда их понесет в традициях, в кавычках, в традициях православия, они теряют самое ценное, с чем пришли из своей веры или секты. И тут же диктор по всероссийскому радио говорит о попах, как будто все забыли, что коммунисты есть злейшие враги церкви, и что они никогда слова своего не держали. И что только они придут опять к власти, они снова пришмут и будут уничтожать верующих, как они всегда делали. Как Евтушенко говорит, и тут же обольстители толпы из той же самой партии попы, попы-КГБшники. И они все соединились и с такой силой давят на Бориса Николаевича, чтобы он принял этот антиконституционный закон. А прежнюю конституцию отменили, свободу совести отменили. Ясно, что ни одно государство с этим не соглашается. Они потерпят большой урон, ничего не добьются, кроме величайшего позора, премудрость 13.11. Или какой-то древодел, вырубив годное дерево, искусно снял с него всю кору и, обделав красиво, устроил из него сосуд, полезный к употреблению в жизни. О красоте, которую люди придумывают и строят из этого идола. Один украшает жену, другой ребенка. Дать ему диплом. Построить хорошую дачу. Истеблишмент, как его называют. Хорошую машину. И строят из этого идола. Целая глава говорит об этом. Постарайтесь дома прочитать. Свой израильский народ Господь называет красотою, как избранниками. И вот в Ветхом Завете под словом Бог выводится некая личность. Как бы личность, которая называется София. Премудрость. Софианство Булгакова, Бердяева, которые все отпадали в это. Это ересь. Они сказали, что это четвертое лицо Троицы. Отдельно существующее. Об этом есть намек пастыри Ермы. Кое-кто касается даже и святых отцов. Но это ересь. Никакого четвертого лица нет. Ну вот, Серахов 24, 16 говорит. Я премудрость. И сравнивает с чем? Как красота маслины возвысилась. Маслину я видел один раз в Азербайджане. Ягоды мне ее совершенно не понравились. Хотя меня ими угощали. Будто это деликатес какой-то. Я попробовал. И так для виду уж не поморщился. Ничего хорошего нет. Но как маслина возвышается премудрость. Толковать это место я не могу. Знаю, что из маслины делает особое масло, которое используют при богослужении. И возвысилась означает благодатная какая-то почва. По всей вероятности речь идет о церкви. О благодати даров Святого Духа Святого. Всегда сравнивается с этим. И у Захарии об этом же говорится. И когда возвышается, то это верх красоты. То есть люди живут духовной жизнью. Я такой смысл вывожу из этого. Толкование на это я не читал. Ну просто так мне видится и Священное Писание. Маслина источник масла. Маслом всегда называется благодать. Помазал царя, помазал пророка. Священников освящают помазание. Второе царство 1.19. Красота твоя, о Израиль, поражена. Какая красота. Красота богослужения. Вы знаете из истории, что когда князь Владимир избирал лучшую веру, послал послов. Они обошли весь мир. Побыли в Софийском соборе. И когда оттуда вернулись из Константинополя, то сказали, нигде мы не видели такого богослужения. Нам казалось, что мы не на земле, а на небе. Часто эти слова повторяют, пишут и говорят. Вот, как правильно князь избрал. Я не нахожу в этом правильности. Что правильно? Православную? Да. Но как можно доверяться словам язычников? Князь был язычник. Послы все до одного были язычниками. А язычники, как правило, хватаются только за внешнее. Я тогда сделал такое сравнение. А вот если бы эти послы прошли бы еще дальше, и на машине времени спустились бы в первый век, и пришли бы на богослужение в Антиохию, или Каринф, где апостол Павел проводит богослужение. Никого в ризах нигде нет. Ни одной ризы не видать. Горят только одни светильники. Сидят люди. Один мальчик еще и упадет из окна. Приняли бы эти языческие послы или нет эту веру? Даже гарантировать можно, что никогда. Такое простое богослужение они наверняка видели кое-где по дороге. Но не выбрали красочность, пышность. А ведь время 10 век, не 10 годы. Вот, допустим, здесь не будет отца Иоакима и меня. Давайте двоих уберем. И через 10 лет мы сюда вернемся. Давайте предположим смело, что ничто не погибнет. Лагерь будет существовать, и деревня будет существовать. Я думаю, что изменений будут уже немалые. Даже сегодня, внешне. Прошел я по деревне и увидел 7 или 8 человек без пояса. Только один Васька Плотников в поясе был. На кучке песка сидел. У янчаков работают все без пояса. И приезжие, и местные. У меня выпал. А я в брюки заправил. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу! Простому и делу не можем людей еще научить. Хотя это устав деревенский, церковный и лагерный. Что-то у нас не сходится по разным уставам. Деревенские, общины и лагерные. Одно есть, что женщина должна быть по форме только в церкви. А не за обедом. Нигде. А вот это буквально везде. Пояс, рубашка на выпуск. Это во всех трех уставах. И чтобы пояс был постоянно. И всегда, и везде на нас. И мы этого не можем добиться за шесть лет. Не можем. Сейчас только пришел человек с конем. И я говорю, а почему у тебя по-немецкой рубашка запарвлена и пояса нет? Да, я как-то забыл. То есть это еще не стало его природой, сущностью. Это всего лишь внешнее. Думаю, что будут и безбородые допущены, и посты нарушены будут, и многое-многое изменится. Ревнителей о соблюдении устава, который принят у нас мало, если не сказать почти нет. Значит, это для вас на будущее. Что же пало, названное красотой в Израиле? По истории и по этим книгам. Царство, я вижу, что Господь избирает царей. Но каких? Верных Ему. То есть красота, что? Это люди верующие. Неверующих Бог сметает с лица земли и называет. Вы навоз, навозом земли сделаю. Псалом 82. Которые истреблены в Аендоре. Сделались навозом для земли. Вы все вместе взятые лечи пустоты. Итак, люди верующие, только верующие. Далее города, где соблюдается закон. Слон сотый Божий. Это красота Божия, архитектура. Там описывается красота, зубцы стен. То есть Бог приемлет эту красоту, как порыв сердца ввысь. Католические храмы. Там шпили, кажется, бесконечно тянутся. Архитектура храмов. Библейские книги. Защитники Отечества тогдашние. Природа. И вот все это было в Израиле. Но когда люди стали согрешать, то грех, как ржавчина, все это съел. И ничто не спасло. Повторяю, красота твоя, о Израиль, поражена. То есть, эта красота не спасает. А Богу не нужна такая красота, которая смешана с мирским. Он уничтожил все, что я перечислил здесь. И сами люди красивые своей красотой, данные от Бога, даже себя спасти не могут. Да и хвалиться-то красотой чего? Вот девочку нахваливают. Ой, какая она красавица растет. Да разве это ее заслуга, что Бог так расположил глаза, уши? Он мог бы сделать какое-нибудь родимое пятно. И бородавка бы выросла, как у Хрюшева. И ничего ты не сделаешь, и президент не мог ее отрезать, потому что она не поддается операции. Это родимое пятно, а не бородавка. Псалом 26.4. Говорит об истинной красоте, которую мы должны созрецать сердцем, о красоте Господней. Это возможно только в покаянном духе, смирении. Красота человеческая, какой бы ты ни был, мужчина, красивый, сильный, все это рассыпается, как от моли. Псалом 38.12. Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек. А как моль проедает, видите. Возьмешь, и как пыль рассыпается, съедает все. Псалом 44.4. Говорится о какой-то красоте, которой припоясывается Господь. То есть, как вечное кольцо любви. Как пояс, а навсегда с Господом. Припояшь себя сильной красотою твоею. Переведите. Сказать, что просто поэтическое слово, изречения, конечно нет. Что сильный мы соглашаемся. Припояшься. Он припоясан, но красотою. Что входит в эту красоту? Конечно, милосердие входит в красоту. Справедливость, милость, долготерпение. То, чем славится Господь. У Виктора Гюго делается перечисление того, какие имена Богу дают разные авторы Библии. Один говорит, ты справедливый. Как хорошо, что Бог справедливый. Он видит, что нас обворовывают. Корченский увозит сено. Но справедливости ради Бог им воздаст когда-то. Пошлет им пророка Илью. Попалит. Ну и еще что-то будет. И далее перечисляет. Сильный. Но Соломон назвал тебе имя милосердие. И это говорит самое лучшее из твоих имен. Придж 16, 16. Милосердием и правдою очищается грех. И страх Господень отводит от зла. Мы ни в чем не нуждаемся так, как милосердие. Господи, Господи. А сколько я раз обкрадывал. А сколько я раз говорил не то, что должно. Господи, помилуй меня. А если Бог будет к нам так же встро, как мы к другим. То мы исчезнем в тот же день. Псалом 49, 2. Говорится о Сионе, горе святой. Где приносились жертвы Всевышнему. Вот так сказано. Сиона, который есть верх красоты его. Мы разбирали, что такое вообще красота. А теперь смотрим, что такое вершина красоты. Верх красоты. Это место, где приносится жертва Богу. Сегодня это алтарь. Это престол, где священник приносит кровь Христову. Потому что тогдашняя жертва указывала на нынешнюю. Верх красоты. Это литургия. Как многие сегодня, даже потеряевские не пришли. В домах они лежали или спали опухшие. Или что-то. Или что-то. Всякие разные. На прошлой литургии зашел к одному. Он один глаз открыл, посмотрел и опять упал. Даже не понял. Еще батюшка зашел, смотрит. А он трехлитровую банку воды держит. Пьет и опять упал. Верующие считаются верующими. Правда, не члены нашей общины. Но однако Толя Стефанов. Племянник члены общины Нины Шадариной. И она могла бы давно его отправить к матушке его. И пусть там шлифуются на банкетах. А деревню не позорит. Литургия это небо на земле. Много мы не понимаем. Но верх красоты и эфористический канон. Хотя бы опоздал. Но к этому моменту спеши прийти. Некоторые давно уже за дверями соглашенными. И не торопятся с верными быть. Надеются многие на то, что их отпоют. Это колесное христианство. В детской коляске покрестили. На кадиллаке повенчались. В детской коляске покрестили. Да никто в коляске не крестит. Тут теря стоит. Ну чего ты смеешься? Люди подумают, что в детской коляске крестят. В детской коляске привезли. Покрестили. Ну да, это имеется ввиду. На кадиллаке повенчались. На кадиллаке теря повенчались. И на катафалке отпеть. При жизни своей человек, Если человек не соединится со Христом, то такой он и умрет, и будет чужд воскресения праведных, но к погибшим сопричтется. Не верят, не думают о будущем, а как только поминовение, так такую ревность не по разуму являет. Если при жизни не хотел и взглянуть на Голгофу, то фальшивое твое христианство совершенно чужие, нет ни вопроса по Писанию, ни жажды в храм прийти и помолиться. Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа. Константин Бальмант. Римлянам 5.8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Таковых можно только убить, а не любить. Исайя 3.23. И будет вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, а вместо широкой гепанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Узкое вретище, юбки какие узкие, шагать даже не может, трамвай сесть она не может. Как за грехи исчезнет красота нации? Сегодня человека с духовным лицом, с красивыми найти очень трудно. Однажды мы ехали в Москве, в метро, и увидели дедушку, девушку красивую, и все единодушно решили, что это еврейка. Еврейка, и очень верующая, может даже христианка. Мы с ней не разговаривали, я больше никогда не видел такой духотворенной красоты. Что черты лица правильные, это само собой, но здесь было что-то особенное. Помните, когда Христос в фильме Иуда Бенгур подает воду Иуде, а стражнику был дан приказ не давать ему воды, чтобы он дорогой умер. А Христос ни слова не говорит, и только смотрит на стражника. Стражник еще раз глаза поднял, еще попятится, головой страхнул и отошел. Он хотел вырвать чашу, оттолкнуть, но взгляд остановился на Христе. Что здесь? Красота, укор, напоминание о своей жизни. Когда женщину, взятую в прелюбодеянии, доставили ко Христу, то у каждого в руке был камень. Закон гласил побить камнями. Если ты не бросаешь камнем, то ты тоже беззаконник, тебя нужно убить. Любая старуха, едва-едва двигающая ногами, должна взять камень и бросить. Когда американцы приехали в Израиль, как туристы по святым местам, и выехали в субботу, то первые машины у них были забросаны камнями. Каждый человек, каждый... Туристы едва успели выскочить из машины. Каждый человек, каждый маленький ребенок должен был схватить камень и бросить в машину. А камней там хватает, там асфальта мало. Они побросали машины, и власти сказали, мы вас предупредили, у нас суббота соблюдается. Да мы немного, всего два километра проехали. Заводить мотор нельзя. Ну а что, вечером нельзя свет зажечь? Окна будут сразу выбиты. Ни один светильник не горит в субботу. Ничего нельзя делать. Отдыхает пусть душа. Оказывается, даже японцы говорят, что человеку полезно один раз в неделю выключить электричество. С русским народом сегодня случилось так. Вместо красоты клеймо позора. Империя зла, империя лжи. Так названа Россия. Как встречает русских за рубежом? Как воров? Ничего нельзя оставить. Варьё, жульё, пьянь. Самая курящая, видимо, нация. Самая больная. Мы получили это тавро. Клеймо за отступничество от Бога. Благодаря чему? Это другой вопрос. Считаю, из-за того, что священники не учили. Что непонятный славянский язык богослужения. Пока славянский язык в церкви, то так и будет смерть, пустыня. Пока люди не поймут живое слово, Евангелие. В книге Плача и Иеремии 2.15 говорится о крушении Иерусалима, который назван верхом совершенства красоты. Руками всплескивают о тебе все проходящие путём. Свишут и качают головою свою от щири Иерусалима, говоря, это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли. Что сходится с тем, что написали о Сионе? Верх совершенства, там, где была справедливость. Там теперь беззаконие. Применим это к себе. Если будем жить по правде, то будем верхом в совершенстве красоты. И для района Мамонтовского, и для Алтайского края, и для России, и для мира. А если будет беззаконие, не будет ревности о деле Господнем, мы получим клеймо, тавро, всё будет побито. Разгромлено нечеловеческой рукой. Все будем на четвереньках ползать. Бог отрубит нам руки сначала. Ноги, головы, если мы будем поступать так, как некогда согрешил Израиль. И Бог камня на камне не оставил. Строим, лепим, ничего не останется. Деревянное сгорит, а остальное бульдозерами разрушат. Останется, может, бункер, подвал батюшки. Книга порока Езекииля, 18 глава, это единственная книга, единственная глава, где очень много говорится о красоте женщины. А под женщиной выводится церковь. Ты понадеялась на красоту твою. У тебя правильная вера, символ веры. В семь вселенских соборах. Всё, всё, всё. И такой нищей ты оказалась. Ничего у тебя нет. Понадеялась, соединилась с коммунистами. Вот читаешь и думаешь. Всё, абсолютно православной церкви написано. Какие Бог дары дал ей, каких святых отцов. И всё отвергли. Пошли все беззаконников. Соединились с экуминистами. Сегодня в открытую лапзанье идёт симфония дьявола. Как это могло случиться в один день? В один ли день? В один ли день. Православный патриарх, говорят, будет венчать антихриста на царство. В Новом Завете Иаков 1.11 говорят о скоротечности нашей красоты. Так что не бери ты каждый день печку. Не штукатурь ты каждый день каждую заплатку. Не красть ты каждый день эти подоконники. Выпусти утюг из руки. Как цвет на траве. 1 Петра 3.4. Написано, что так речь идёт о женщинах. Что самое драгоценное. Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вы ударились во внешнее. Работает целая индустрия на всякие бутыльки, флакольчики, завитушки. Посмотрите, бижутерии сколько. С чего только не стоит в магазинах. Не стоит. Не стоит. Каких только магазинов не настроили. Отдельные магазины для женской красоты. Что такое краски. Святые отцы чётко одной фразой определили. Завлечь чужого самца. Всё. Больше ничего в этом нет. Красоты Бог не дал. На краску её не купишь. Ещё безобразней будет твоё безобразие. Дал Бог красоту. Не намазывай её. Пусть муж любуется тобою. Премудрость Соломона 8.2. Я полюбил её и взыскал от юности моей. И пожелал взять её в невесту себе. И стал любителем красоты её. Премудрость Христос. Чётко и ясно. Красота. Я стал любителем красоты её. И нужно стать любителем Его. Всё, что относится ко Христу, люблю. Целую. И не отрекусь. Хотя бы пал. Буду ползти. Падать. Зарезу Христа. Памяк. Премудрый Соломон говорит в 13.3. Если, пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучший Господь, ибо Он, виновник красоты, создавал их. Создал. Создал их. Он, виновник. Мы все ищем виновников. А здесь сам Бог называется виновником красоты. Он, виновник, красоту дал. Чего ж ты надмиваешься? Посмотрите. Бывает красивый и некрасивый человек. Как по-разному себя ведёт. Я у Виктора Гюго прочитал, что тяга к монастырю обратно пропорциональна человеческой красоте. Чем красивее, тем она здесь лучше устраивается. А если никуда негодный, отверженный, косолапый, то можно и в монастырь пойти. Возьми, Боже, что мне не гоже. А когда читаем о святой Екатерине, Варваре, какой красотой они блистали. Святая Феврония питалась через 2-3 дня, чтобы поблекла красота. И за ширмой только разговаривала. Боялась даже женщин соблазнить своей красотой. А здесь красоты нет. Пуд краски она, наверное, уже съела, только на губах. А глаза замазаны всё время. И ресницы. Это всё вредно влияет на зрение. И продолжает искусственно выпрашивать красоты, не Божьей. И наэрозит красота в одном стихотворении написано. И церковь бросилась за всей этой бижутерии. И шлейфы епископские. Красота. Иконопись. Хотя всё это было, но именно на этом всё остановилось. Мирская красота. Табакуры. Блудники рисуют. Какие попало священники. Хористы безбожные. Это украшение храма. Дьякон пьяница. Блудник. И ещё больше про него известно. За то, как он поёт. Голосище-то какое. Люстры трясутся. А души непотревоженные стоят. Вероотслышание. Слышание чего? Посмотрите на этих артистах из филармонии. Какая красота. Какое пение. Приятно послушать. Но ни одна душа никогда не пробудится. Это мирская красота. Тленная от неверия. Это я всё говорю не только про Покровский собор в Барнауле. Но это почти всюду в больших храмах. Солома 17.2. Небеса проповедует славу Божию. И о делах рук его обвещает твердь. Куда бы ты ни посмотрел. Всё так премудро устроено. Ташка. Животное. Премудрое слово. 13.5. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познаётся виновник бытия их. Серахов 9.8.9. Отвращай око твоё от женщины благообразной. И не засматривайся на чужую красоту. Многие совратились в пути через красоту женскую. От неё, как огонь, загорается любовь. Серахов 11.2. Не хвали человека за красоту его. И не имей отвращения к человеку за наружность его. Серахов 42.10. Красота неба. Слава звёзд. Блестящее украшение. Владыка на высотах. Впервые слово «красивая» употребляется в слове «ножьема». По-нашему «наина» в путие 4.22. Епископ Виссарион толкует, что она при тирании применяла. Притирание. Притирание, да. Потому что такое ей и имя. Во Франции был царь, король по прозвищу Красивый. Но он навёл ужас на всех врагов и пленил Папу Римского. И самому сильному масонскому ордену храмовников нанёс сокрушительный удар. Красота языка. Приятность речи. Красота эгоистична. Но она захватывает. И желает её захватить и быть монопольным владельцем красоты. Есть песнопение. Красота Иисуса, светись во мне. Спасённые увидят на небе святых и красоту их душ. В человеке должно быть всё прекрасно, говорит Чехов. Нужно красиво работать. То есть правильно, экономно, быстро. У русских есть качество. Абы как. Авось и небось. Красота спасёт мир. Это понимал и Серафим Саровский. И начнём в обратном порядке рассуждать. Узнаем, что спасает и то самое спасающее, назовём красотой. Сдержи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи. Не тысячи, но хотя бы десяток мне покажите, чтобы я мог пойти поучиться духу мирному. А то меня упрекают, что я сужусь. И это неправильно. Солом 119.7. Я мирен, но только заговорю, они к войне. Ну и этого не могут показать. Если вы мирные, то где ваши тысячи? Христос здесь красота истинная. Иоанна 3.16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Он, Христос, спасает мир. И значит, Он и есть любовь и красота, которая спасает мир. Слово «мир» имеет три значения. И спасение по всем трем пунктам относится только ко Христу. Стих. Был и священник, бедный среди нас, что паству в городке в каком-то пас. Он был богат, но был богат он верой и делами, и высоко держал Христово знамя. Он радостно Евангелие учил, и прихожан от всей души любил. Какая б ни случилась с ним беда, был терпелив и кроток с ним всегда. Равно ко всем исполнен благостыни, нередко забывал о десятине. И был готов свой собственный карман открыть для неимущих прихожан. Хотя и сам немного-то имел, довольствоваться малым он умел. Хотя приход его обширен был, но он и в дождь, и в бурю обходил. Всегда на посох опирать свой, больных и тех, кто взысканы бедой. Хотя бы был и самым длинным домом, и дальним домом. Сперва творить тела, учить потом. Своим примером святость этих слов с всей пасты доказать он был готов. Он говорил, коль злато стало ржаво, железо заржаветь имеет право. Коль пастырь плох, которого мы чтим, то для мирян соблазн не одарим. И пастырю, который грязен сам, при чистой пастыре позор и срам. Обязан пастырь образцом служить, того, как надо мирянам жить. Он не сдавал в аренду свой приход, не обрекал овец блуждать в разброд. Не помышлял в столицу путь направить, чтоб там в соборе Павла мессы править. И с бравствами бродяжить не ходил. Нет, он свою отару сторожил, чтоб не отдать ее волкам несытым, быть честным пастырем, а не наймитом. Хотя сам он был душой и чистый свят, но грешнику всегда помочь бы рад. Дух раздражения был ему далек, худого слова он сказать не мог. Живя безгрешной, чистой жизнью, сам, примером, влек людей он к небесам. Но если кто в упорстве пребывал, будь положением он велик или мал, его умел он отчитать сурово, нечасно встретишь пастыря такого. Не гнался он за блескным подсчетом, не прибегал к слащавым оборотам, тому учил, чему учил Христос, а главное, свой крест покорно нес. Англия, Джеффри Чосер, около 1040-1300 год, перевод Орумера. Так, все, закрываю. Тема полная. Я сейчас подключаю, кто есть. Я сейчас подключаю.